Слава Богу, дорогая церковь, дорогие братья и сестры, за милость что-то вспомнилось, как однажды одного мальчика поставили на стульчик и сказали ему прочитать Господь Пастырь Мой. И он начал читать, Господь Пастырь Мой, я ни в чем буду нуждаться. И дальше уже и забыл. И опять повторил Господь Пастырь Мой, все ему подсказывают, он опять что-то молчит. Третий раз уже начал Господь Пастырь Мой, потом махает руку и говорит, а мне больше ничего и не надо. Вы знаете, я обладален Богом, что иногда дети, они иногда открывают на мне что-то простое. В простоте могут выйти, сказать, иногда нам надо уже как-то что-то подготовиться уже, более серьезными, а как обо мне что-то подумают. А есть сердца, которые им должны, им нужно пред мамой, пред папой выступить. Им нужно сказать то, что им определили. Вы знаете, сегодня у нас есть нечто большее. У нас есть Господь, который тоже ожидает одного сердца твоего и моего открытого сердца, которое будет способно сегодня вместить то, что он на самом деле твоему сердцу скажет и моему. И поэтому пусть Бог благоставит уже с самого начала собрания нам слышать или вспоминать, что Бог именно проговорил к твоему и моему сердцу. Это очень важно, братья и сестры. И мы тут вот тоже были утром на собрании, правда в другом где-то за 70 километров от вас, вернее от Минска. И, ну, решили еще и к вам заехать. Брат говорит, давно хотел сюда посетить. Вот с Барановичу говорю, ну давай, на свадьбах был здесь, он вот некоторых, а уже на собрании еще не был. Я говорю, давай уже посетим. Я говорю, давай только так, уже после собрания мы едем. То уже, может, опоздаем, смотрим, что во времени думаем. Смотрим, все равно вовремя приезжаем. Знаете, а тут смотрим еще и братья ваши вовремя, так, знаете, как бы вот, как по расписанию, в точку подъезжают. Думаю, ну, значит, все правильно. Вы знаете, я благодарен Богу, что Бог все так вот иногда собирается, съезжается. Помню, после как-то болезни, когда тоже ковидом болел, и уже тогда какой-то момент у нас не собирался, и вдруг решили там собираться, и поехал в одну церковь. И, знаете, я смотрю, нас таких вот, которые просто по обуждению приехали в нас, в Минске здесь, в одну из наших таких церквей. Нас собралось, я смотрю, там семь сосудов, там еще служители, там одни, другие, так много собралось. Церковь небольшая, столько людей собралось. Такое хорошее собрание было. И всех одно такое желание. Мы просто повиновались то, что внутри Бог говорил, то, что внутри хотелось, и Бог обильно благословил. Я желаю вам, чтобы вы не просто, вы знаете, по обыкновению ходили, хотя это тоже нужно, важно, но чтобы всякий раз, когда вы приходите, у вас было еще вдохновение услышать, что Бог скажет. Услышать, что Бог проговорит твоему сердцу, и вам будет радостно от этого. И если вы сами придете по вдохновению собрания, вам радостней будет. Если вы по обыкновению, вам будет скучно, грустно. Вы даже в самых лучших проповедников, может быть, как иногда говорят, там, заморских, там, или каких-то заграничных, может, с Украины или откуда-то, вы найдете какие-то изъяны, вам будет что-то не нравиться, они сильно затянули, кто-то мало не досказал, кто-то не так спел. Но если ожидаем от Господа и вдохновения, то даже последний ребенок, который нам кажется, уже сильно он там, уже ошибся, мы можем услышать, что Бог проговорит твоему сердцу, за что слава и благодарение. Потому что в церкви самое важное, вы знаете, не просто увидеть друг друга. У нас есть такая способность, чтобы мы, объединившие сегодня в молитвах, в желаниях, мы увидели Бога, творящего на этом месте, и Он как нигде будет говорить, может, пускай обличение, может, пускай какие-то в нашей жизни, ну, непонятные слова на будущее, то, что, может, не хотели мы, может, слышать, но я знаю, что Он скажет то, что нужно твоей и моей жизни. Я помню, были в России, в Сибири идет одной из сестры, подходит такое, идет молитва за нее, ходатайственная, и она просто пришла на собрание, и я уже не помню, это был ли воскресный день, но что-то не центральное такое было служение. Вы знаете, и вот в это собрание такое, вот, знаете, было особенное. Особенное, знаете, что молитва была молитвенная, и вот она, просто за нее идет ходатайство. Идут ходатайство, 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 и через какое-то время после этих ходатайств, Вы знаете, пришло слово, будет у тебя болезнь, но ты вас зовешь ко мне, и я исцелю. И она так сама себе подумала, у меня никакой болезни нет. Я вроде здоровая, у меня все хорошо. И после какого-то момента она не отвергнула слово, она решила, пойду проверюсь. Она начала проверяться, и у нее обнаружили на ранней стадии рак. Ну это на ранней стадии. И она начала молиться, сказать, лица Божия, и Бог явил милость. И мы помню, были там через год, Бог ее исцелил, за что слава и благодарение. Понимаете, она радовалась, что на собрании, может, не совсем приятное услышала, но она услышала то, что ей нужно. Как-то одна сестричка за границей, она, говорит, работала в церкви секретарем, и пришла провериться, и у нее рак груди. И медсестра, которая записывала, говорит, место вашей работы. Она говорит, ну я в церкви его там как секретарь. Она говорит, в церкви секретарь? Так эта секта, да это вот, и начала, знаете, так очень грозно ее, просто ее грозно, вот, да, чтобы вас рак всех поел, да, чтобы вы умерли, да, чтобы вы там, у вас всех такой был, да, чтобы у вас секта там и так далее. И, знаете, просто начала это наговаривать, как будто не в себя. И, говорит, говорит, я так расстроилась, эта сестра, она рассказывала, говорит, я расстроилась, я просто ушла, ушла с этой больницы. Я, говорит, я не пошла никуда, я осталась, я говорю, Господи, я не хочу ничего, я буду ждать от Тебя. У меня просто нигде, знаете, от такого расстройства, тут сказали рак еще, а тут еще такое наговорили, и она никуда не пошла. Через пару месяцев, там была молитвенная, она, говорит, я ждала молитвенного такого съездного, говорит, через пару месяцев звонок ей по телефону, где вы, почему вы не пришли на лечение. Я говорю, знаете, там не стала уже говорить, там, что ее так сказали, говорит, срочно на проверку. Ну, я уже побежала, уже, говорит, побежала на проверку, и ее смотрит, начало один человек, второй специалист, третий, говорит, мы не можем понять, у вас, вот, мы видим наши данные. Два месяца назад у вас явно был, была опухоль, сейчас ничего нету, вы полностью здоровы. И, знаете, она поблагодарила за эту медсестру Господа. Если бы она так тогда не сказала, то, знаете, она бы там и, наверное, порезали бы ее, химию бы дали, вы знаете, но так как вот это произошло, она говорит, я понял, что Бог просто мне хотел показать надо мной славу Божью. Иногда те вещи, которые в твоей жизни происходят, не всегда это, вы знаете, только враг. Не всегда это какие-то моменты нехорошие, тем более собрания, тем более, когда Бог собирает тебя. Не всегда это плохо, Бог что-то хочет сделать, совершить свою работу над твоей жизнью. И нам нужно быть готовым, чтобы услышать, что Бог сегодня проговорит. И очень важно услышать не просто какие-то человеческие, ну, знаете, ну, измышления нашего сердца, услышать именно Слово Божие, пусть даже через детей вы услышите, если ожидать будете от Господа. Поэтому пусть Бог благословит. Тем более, когда будет читаться это Слово, ожидайте, петься Псалом, ожидайте, я не знаю кому, но сегодня ему не нужен Иисус, мы ждем, чтобы Он пришел, братья и сестры. Я утром собираюсь на собрание, мы там, вы знаете, ну, в дорогу, и включил проповедь Дмитрия Березяка, и он среди братьев, там, служителей проповедует, и говорит, братья, мы строим наше служение, мы говорим, что здесь Бог, но Бога нету. Нам нужно, нам нужно Божье по-настоящему, нам нужно увидеть Славу Божию, видеть действие Божие. И он начал просто череду таких свидетельств в жизни своей рассказывать о той Славе Божьей, которая сопровождала, и я верю, что он сегодня на этом месте, Аллидуя, он сегодня действует. И наша сегодня задача построить в моем сердце такое служение, чтобы быть направленным и ожидать, когда придет это возмущение в моем сердце, этой благодати Божьей, этой росы неба, когда придет Господь, твое и мое сердце, и совершит это действие, а я верю. Я помню еще один момент, тоже Сибирь, Россия, был третий день, уже троица, я помню первый день, второй, там были по 10 часов собрания, знаете, такие продолжительные, очень много было слова, много было молитв, много было покаяния, и вот как бы, знаете, второй день, конец, и вдруг уже заканчивается, отче наш царь говорит, можно еще помолиться за моих сыновей? Можно ли помолиться? Можно. Начали молиться, хотя, знаете, я так смотрел на эту сестру, думаю, слушайте, два дня до этого, или, может быть, ты, когда заявляли за все нужды, то ты не молилась почему-то, ну, что, как-то, знаете, так внутри, но она помолилась. Я знаю, что иногда что-то нужно сделать по вере, мы можем осудить, но если внутри Бог действует, и от этого идет ответ, то я, знаете, не спешу никогда, может быть, даже для меня не все понятно, но я не спешу в том, что знаю, Бог может сделать. Помните, женщина прикоснулась к одежде Его, никто не понял, по-человечески даже она не могла, не имела права, но на что-то увидела. Я хотел бы, чтобы в этом собрании вы нечто увидели, увидели, что здесь есть Иисус, и, может, сегодня вам непривычно, но сегодня Бог желает, чтобы вас звали, может, как тот в Артемеи, исполнившись, вы знаете, последней надежды, отчаяния, Иисус, Сын Давида, приди ко мне, приди, мы ожидаем от себя, не бойтесь собрания возвышать голос, может быть, молитва, может, тот-то вас и скажет потише, но лучше так, братья и сестры, нежели просто безразлично сидеть на собрании и ничего не испытывать. Испытайте благодать Божью, поднуждайтесь в ней, может, вам кажется, нормально и так сойдет. Нет, братья и сестры, мы должны быть настроены на то, чтобы Бог будет говорить в твоем моем сердце. И мы не знаем, какие обстоятельства еще впереди ожидают каждого из нас, что дальше приключится в нашей жизни. Но я знаю одно, если ты сегодня соединишься с Богом, это будет благословение для тебя. Ты ничуть не потеряешь. Но если ты сегодня скатишься, если ты сегодня просто пройдешь, потому что нужно просидеть, как однажды один брат одного спрашиваю на конференции в съездном, и спрашиваю, говорю, ну что-то ты, уже 4 часа собрания прошло, ну как ты в Украине, ты что-то получил, ты что-то услышал? Ничего не услышал. Я говорю, слушай, тебе надо дать героя Украины. Слушай, сидеть 4 часа, выдержать, во-первых, я бы, наверное, пошел водички попил бы, наверное, ну хотя бы один разок уже вышел. И просто сидя на собрании и ничего не переживши, не почувствовав, иногда мы такие герои, в кавычках. Иногда мы уже привыкли, как один брат мне говорил, говорит, ты знаешь, вот знаете, он такой не сильно верующий был на тот момент, знаете, он говорит, я одно что понял, что в собрании, когда однажды нас в институте собрали на лекцию какую-то, и пришли там люди, преподаватели, там он 2 часа говорил, то я спокойно сидел, потому что я уже научился в собрании сидеть. А все мои однокрупники, они уже там дерзались, там уже когда закончится, а я уже научился, я говорю, ну это плохо, что ты только этому научился. Есть нечто большее, и поэтому братья и сестры ожидаем. И вот эта сестричка, я помню, как она сейчас, она без руки была, у нее был протез стоял, знаете, так вроде похоже, но когда она уже ближе подошла, то увидели и помолиться за ее сыновей. Мы начали молиться, вы знаете, просто помолились, может где-то усталость была, прошло следующий день собрания, в конце собрания мы уже заканчиваем, никто не призывает на покаяние, за три дня, поверьте, уже все покаялись, и мы тоже каялись. Вы знаете, за благодатью Божией, там благодать изливается, там всех уравнивает, там нету епископа, пророка, там нету какого-то, может, Божьего человека, старого верующего, нового, когда сходит Дух Святой, там все уравнивается, там все становятся в одном положении, Бог знает, что кому, как говорить, и что тебе нужно еще менять, к чему еще приближаться. И я смотрю, эти двое, кто-то заканчивается, отче наш, и вдруг двое говорят, подождите, не заканчивайте, мы хотим покаяться. Кто вы такие? И вдруг они поворачиваются и показывают, вот это наша мама, которая стоит и плачет. Мы не знаем, почему, но нам утром просто захотелось пойти там, куда ходит мама. Они пьющие, таки видно было по ним. И они пришли в собрание, и они, я помню, не с усами такими, дядьки уже, знаете, но они отдавали жизнь Господу, за что слава и благодарение. И есть нечто, сегодня, может, тот день, где Бог услышит тебя, сегодня ждет тебя, в Артемеях, где ты, где в твоей жизни, в твоем сердце. Не пройди мимо, сегодня Христос, может, собрание, оно закончится, пение закончится, Христос вроде пройдет, как будто мимо тебя. Не пройди, сегодня ожидай нечто большее. Вы знаете, Закхей, человек, который уже имеет, вы знаете, материальную вот такую безопасность. Я замечал, за детьми верующих родителей, они как будто, вы знаете, там пошли в бизнес, они не пошли по стопам отца, там, служение, знаете, пастырями и так далее. Они пошли как-то в бизнес, и смотришь на них, они уже такие, знаете, ну, с ними уже не поговорить, они уже все знают, они уже все могут, они могут быть в церкви, может, не месяц, может, два. Им уже особо не нужны там родственники, им не нужен особо даже папа, мама, которые так, ну да, они их, ну, уважают, любят, которые, потому что они вот вроде с ними. Это вроде по чему, Закхей подобно, вроде бы какая-то есть, но что-то его влекло к большему. Он вдруг искал в этом с чему-то большее, он залез на эту смоковницу. Не так красиво, не так красиво, может быть, сейчас, может быть, кто-то поет, а ты подпеваешь, подпевай, может, про тихо, про себя, но подпевай, не бойся, взлезай, ищи чего-то большего. Может, ты чувствуешь, как брат говорит, аминь, слава Богу, не бойся сказать эти слова, это Божья, потому что сегодня самое важное – встать в этом. И когда вдруг этот Закхей залез, он не думал, он просто хотел посмотреть, он хотел просто увидеть, увидеть нечто большее, чем до этого он что-то имел. А Христос становился, я должен быть в твоем доме, пришло спасение тебе, слышишь? Может, ты хоть чуть-чуть захотел большего, может, подойти тебе Господь и скажет, я хочу быть с тобою, я хочу быть у тебя, я хочу войти в твое сердце, хочу нечто большее, чтобы не просто религия была. Вы знаете, я сам люблю, знаете, так звать людей на молитву, звать, но ты иногда не придумаешь. Ты можешь там, мы 15 минут, ну 20, ну час. Я был на молитвах, где мы по 4 часа, так знаете, усилием человеческой воли. И знаете, когда-то, особенно молодые, помню, там были у нас друзья, у кого мы, давайте молиться за крещение Духом, ну давайте, встали просто и молимся. Вы знаете, и мы уже 5 часов молились, никто не получил, правда, и мы, правда, там все уже, ну знаете, ну такие, у нас же ревность у нас такая, мы поняли, что мы можем 5 часов молиться, у нас же голосов уже нету, уже ничего не там, ничего не было. Мы, оказывается, не знали, что нужно не голосами пытаться победить, а сердце свое настроить. И иногда видишь, когда беседуешь с братьями, за крещение Духом Святым, иногда пару слов. Я бы мне приехал в одну церковь, и там тоже за крещение Духом Святым, и мы уже знали, уже до этого там постились, молились, уже ожидали, подготовились уже и приехали. И я смотрю, люди, они, сердце у них, молодежь не в порядке. И там были такие, знаете, столпы, которые давно уже не были крещены Духом Святым, и мы ожидаем. И, знаете, я говорю, слушайте, вам нужно сердце свое в порядок приводить. Я говорю, как бы вы ни хотели. Это не просто выйти, покаяться, что-то сказать. Вы должны принять определенные решения. И, вы знаете, я помню, они пошли на исповедание, братья туда пошли, я остался с ними молиться, там еще с братьями. Вот, просто мы молились вот так в общем. Вот, а братья пошли на исповедание принимать. Я помню, там два служителя, и, знаете, эта молодежь туда начала идти. И прямо во время исповедания Бог начал крестить Духом Святым. Прямо во время исповедания, я помню, знаете, они уже выходили, они все уже трепетали в радости, уже только успевали. И уже, когда просто молитва началась, эти сердца уже, они были готовы. И даже те, которые уже казались, уже, знаете, детящих родителей, уже что-то имеющие, они плакали, как дети, они рыдали, переживая славу Божью. И до сих пор они пишут и расскажут, как это чудно, когда Бог посетил, когда Бог пришел. Братья и сестры, сегодня тоже для нас Бог стучится, Он предлагает. Я сегодня знаю, здесь есть этот Вартимей, Закей, есть ты здесь сегодня, в этом та женщина, которая хотела прикоснуться. Есть здесь, не бойся, иди к нему, в этом собрании иди, он на этом месте, и он будет совершать. Свою работу уже делает, и если доверишься, он силен сделать невозможное, алидуя. Он силен сделать особую свою работу. Вы знаете, христианство, это не просто закон, это не просто какие-то правила, обязанности, это самая счастливая жизнь. Другого нету, я не знаю, как кто-то себе думает, может, вы еще никогда не испытывали. Нет другого счастья, как только иметь отношение с живым Богом. Может, трудности они будут, переживания будут, но счастье – это неимоверное. То, что однажды приходит тебе Бог, может, то, что однажды Он заходит в твое сердце, и Он просто проговорит. И вы знаете, уже будучи здесь, сидя на собрании, я услышал, Бог проговорил к сердцу моему радость, и я уже думаю, Боже, уже этого хватит, все, уже вошел что-то большее, есть самое лучшее. Если ты еще этого не имеешь сегодня, если это время. Для чего мы сегодня много так говорим, проповедуем? Думайте, ну просто, чтобы вот время, эфир занять, чтобы каждый из нас уразумел и мог направить свои мысли и сказать, Боже, одного я ищу. Одного только жаждет душа моя, чтобы там пребывать у Господа, чтобы быть там с Господом, сесть сегодня, чтобы рядом с тобою пришел сам живой Бог. И я знаю, будет тогда слава и будет действие Божье. Будет обязательно совершиться работа Божья. Мы этого ожидаем. Я верю. И Бог говорил, знаете, не раз, что Он и зальет вскоре свою благодать. Я знаю, что Его сильная рука, она коснется народа Божьего. И еще мы будем видеть это могущество. Вы знаете, сегодня видишь, как катится, мы катимся. Мы катимся, знаете, в такое какое-то, вы знаете, ну надо вроде бы, надо. Но я верю, что Он и зальет свою благодать, когда ты будешь чувствовать, что не надо уже, а тебе хочется. Тебя не оторвать будет от той славы Божьей, от того общения с живым Богом. Поэтому пусть Бог вас обильно благословит. Читаю одно место. Вы знаете, не знаю почему, может я уже вас... Я это говорил просто об мгновении, не буду долго говорить. И еще, может быть, чуть-чуть какое-то время займу. Но читаю одно место Священного Писания. Вы знаете, как-то оно у меня сегодня опять запало. И будучи в вашем собрании, я хочу вместе это прочитать. Одно всего лишь стишок. Это то, что нам сегодня важно, ценно. То, что мы должны стоять на этой истине. И я повторюсь, знаете, вообще, когда люди повторяют, даже дети эти стишки повторяют, там столько смысла. Может, мы до конца не понимаем. Господь, пастор мой. Когда-то одна сестричка, которая мне очень хорошо знакома, через нее Бог сильно действует. Столько у нее болезней, столько вопросов. Она умерла была в клинической смерти. Потом Бог ее обратно привел. Истеление там множество было. И перед всем этим она говорила, когда этот псалом зазвучал, себе пойду вот этой вдали не тени смертной, не убою зла. Она говорит, для меня, когда я читал, читала этот стих, проговаривала его, он для меня очень сильно эти места, они касались. Они касались. Это не, чтобы же я его проживала на своем сердце. И когда после этого она умерла, и потом Бог ее обратно вернул, вы знаете, то просто, она говорит, это меня сильно поддерживало. Поэтому пусть Бог благословит. Я хочу напомнить вам, знающим, это будет послание Иуды, пятый стих. Я хочу напомнить вам уже, знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, и потом неверующих погубил. Неверующих погубил. Нам тоже иногда непонятно. Это делал не человек, это не делал враг, это не враги, это Бог. И почему-то есть категория людей. И вы знаете, есть самое большое, что может быть в собрании. Самое сложное. Хоть это, к сожалению, это как один брат сказал, что есть люди самые, самые бывают неверующие, это верующие. Вот им, чтобы надо доказать что-то, это нужно иногда какие-то множество усилий, чтобы человек понял, что здесь на самом деле Божье. Может, это уже время какое-то или что-то еще. Но вот Слово Божие говорит, неверующих погубил. Что за неверие постигло в то время? Они видели Бога даже не так, как мы. Мы можем только представлять. Они видели Его настолько явно, чудно. Они видели эти казни. Они видели, как Бог был с ними, когда уже за ними гналось египетские уже войско. Они видели, как это облако встало позади, как раступились эти, вы знаете, стороны, эти стены водяные, вы знаете, морские. Они все это видели. Они видели Бога очень ярко, но в чем-то они засомневались. Они засомневались в самом, наверное, примерно, знаете, в таком страшном вещи, которое сегодня точно так же мы иногда боимся. Но на самом деле, я говорю это себе и нам, каждому. Вы знаете, они засомневались в одной вещи. Знаете, все это делал Бог. Даже вот эти казни, кому они нужны? Бог как будто что-то показывал. Не фараону они нужны были. Они нужны были израильскому народу. Он нечто показывал им. Он показывал им, чтобы они увидели, что все, что творится в их жизни, это только по одной истине, потому что Бог их любит. Слышите, братья и сестры, нам это до конца непонятно. Но это есть одна истина. Бог тебя любит. И то, что в твоей жизни Он предлагает, доверься. Доверься этому Евангелию. Нелегко довериться. Не всегда приятно довериться. Иногда это крест. Иногда это скорбные дни. Но Бог предлагает довериться. Довериться именно этому пути. Иногда это кажется пустыня, верная гибель, а там нету верной гибели. Во всем этом Бог показывает, что Он любит. И может ты до конца не понимая определенных вещей, Он все равно открывает тебе. Есть высшее, большее понимание, лучшее в жизни понимание. Мы сегодня поем все о небе, но иногда так мало его желаем в своем сердце. Или когда человек вообще не знает, то поет ему легче петься, который уже пережил что-то. Либо он уже это осознал и поет искренне. Либо, знаете, смотрю, с опаской какой-то. Как, знаете, один брат получил дом, вот там в той стороне, там Минска, получил дом. И так, знаете, искренне говорит, Господи, ну еще лет 15, не приходи пока, пожалуйста, еще лет 15. Вы знаете, человек как-то даже до конца и не понял, что на самом деле в его жизни Бог. Когда-то пришла Мария, вы знаете, и разбила лавастровый сосуд, и отерла ноги, и возмутился Иуда на 300 динариев. Возмутились остальные апостолы. Это что это такое? И вы знаете, и Христос сказал, все предадите меня. Все до одного. Это для вас была проверка. Вы видели здесь лавастровый сосуд ценностью. Для вас деньги еще ценностью. А она видела меня ценностью. Большего сокровища нету. Говорит, вы все предадите. Петр, я не... И ты предашь. Еще у тебя взгляд не тот. Ты еще не увидел, кто на самом деле ценность для твоей жизни. Ты еще подумал, что есть нечто другое. Нет, братья и сестры. В нашей жизни нет другой ценности, кроме Бога. Это самое большое. И если ты сегодня приобретешь, ты самым мудрейшим здесь будешь, в этом Минске, в этой стране, на планете Земля. Но если ты пренебрежешь, придет момент, может, сложное обстоятельство. Как одна сестричка, знаете, я, знаете, списал на... Просто уже... Ну, списал такое на горе. Но, знаете, она кричит, я в такого Бога не хочу верить. Ее брата повесили, знаете, вначале даже, как будто он сам повесился. Говорит, я в Бога в такого не хочу верить. Знаете, она в трубку, знаете, такие даже нехорошие слова. Ты, христианинка, столько лет ходишь в церковь. И такие трудные... Ну, я, может... Знаете, когда-то тоже сказал, что про друзей было сказано, и про жену ничего. Когда он сказал, что сердце материнское, оно немножко другое, и даже ей чуть-чуть списывается что-то большее. Может, оно и так. Вы знаете, но сегодня для нас ценностью должна быть. И вот мрия – ценность Христос, а для нас. Так вот, они не поверили во что? Они не поверили в эту истину. Бог есть любовь. Они подумали, что Бог их вывел туда умирать. Вот сегодня Бог, Он ждет тебя, Он ожидает. Вы знаете, как-то этот пример мне тоже сильно запал, когда один человек сказал, представьте, мы родители, и вот мы дарим детям подарки, дорогие подарки. Может, что-то такое особенное. Машинку купим. И вы знаете, как любые дети, мы эти подарки часто... часто их ломаем, может, даже самые дорогие. И вы знаете, никто из отцов не скажет, что ты чужой, что ты не его сын. Даже если ты поломал самый дорогой подарок, сегодня Бог на этом месте Он тоже видит. Может, у тебя полома самый дорогой подарок, который Бог тебе дал, это жизнь. Но даже если она поломана, иди все равно к Нему. Он силен сделать милость. Он тебя не отгонит. Слышишь? Поверь Ему. Не уходи от Него. Даже если тебе очень трудно. Даже если у тебя кажется уже, что тебя Бог не примет. У тебя столько грехов. Есть Божий Сын, который примет, который согласится, который явит милость. Может, нужно пройти, будут определенные вещи. Сложно, трудно. Но будет и победа. Будет и слава Божья. Хотел бы вместе с вами сейчас молиться. Искать лица Божьего. Сейчас Бог стучится в твое сердце. Он ждет тебя. Я не знаю, кто ты. Вартемей. Может, ты Закей. Может, ты та женщина, которой прикоснуться хочешь. Или, может, ты та, которая взята в пролюбодеяние. А Бог сегодня говорит, иди, впредь, не греши. Не бойся остаться с ним. Может, братья покажутся такими злыми, они тебя приведут. Кажется, не бойся. Все братья, они ведут только к одному, ко Христу. Аллидуя. Я верю, что и ваши братья, они ведут только ко Христу, чтобы вы с ним встретились. И этот камень, он спал с вашей души. И вы вместе возрадовались. Не бойтесь, Бог есть любовь. Аллидуя. Он тот, который может явить милость жизни вашей. Идите к нему, доверяйтесь к нему. Бегите к нему. Он ждет этого момента. И он обязательно придет к вам. Будем молиться. Аминь. Аллидуя. Аминь. А ja. Аминь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok